друзья всем привет хочу рассказать как сшить такой подсумок сделала мастер-класс сделала выкройку постаралась все это что было наиболее подробно и понятно чтобы с ней мог справиться в принципе даже ребенок вот я планирую что сейчас это делаю это видео мастер-класс потом буду показывать своим девочкам и они будут спокойно сами это шить смотрите вот я сделала такую выкройку сразу вырезала прямоугольник чтобы его можно было к ткани прикладывать обводить и все ничего больше не отмерять дальше вот здесь есть все размеры я внизу к этому видео оставлю контакты свои ссылки на соцсети если кому-то надо я пришлю фотографии более четко и прямо фотографии вышлю вам если что то смотрите вот так можно делать скриншоты вот так и вот так сейчас еще попробую по-другому сделать и вот так далее что я предлагаю сделать вот здесь скрепила уже ткань вырезанную такими прищепочками и заранее вот в этой своей выкройке на картоне сделала вот такие вот дырочки или шилом или чем-то круглым таким но для того чтобы потом не приходилось каждый раз на ткани все эти замеры как-то переносить измерять вот как их располагать на ткани так у нас есть дырочки и у нас есть белая гелевая ручка вот и вы можете ну или вы или там девочка ваша дочка кто уже проходит труды школе умеет шить на машинке вот значит вот эти все дырочки проходим белым белой гелевой ручкой стерженек белый сейчас покажу как получается все видно у нас есть точки точки по которым мы будем устанавливать стропы дальше нарезала стропы сразу края обработала зажигалкой что дальше вертикальные стропы и потом начинаю укладывать горизонтальные по размерам хотела показать как удобнее сгибать края вот эти вот подгибать краешек для этого есть вот такая железная линейка и вот так я беру стропу вот так три сантиметра чуть меньше трех потому что там же на загиб еще уходит где-то 2 и 8 2 и 7 вот так прижимаю и очень удобно вот что линейка железная так делать такой сгиб и фиксировать он лучше держится вот принципе и закрепила теперь вот эти конечки можно сейчас сделать можно попозже в принципе лучше сразу чтобы прошивать и все вместе так сгибаем сколько сантиметров ну в общем не так чтобы было раз-два тогда не хватит вот сгибаем сначала немножко посильнее так чтобы вот здесь было два сантиметра вот вот тут оставалось два сантиметра так сгибаем и вот здесь надо будет прошить чтобы вот эта штучка осталась как бы такая зацепка зацепка вот начнете прошивать вот эти вот стропы которые вертикальные советую вытащить и положить их сверху и вот здесь мылом или мелом специальным начертить линии по которым вы потом будете шить что-то так стропа убирается у вас осталась разметка вот так у меня получилось сейчас влажные салфетки надо будет стереть разметку которую я мылом рисовала липучка и надо вот так пополам свернуть ровненько и один шов прям рядышком с краем вот тут с двух сторон сделать это прямой строчкой вот так прям по лицевой стороне пошила теперь надо вывернуть на левую сторону и прошить вот здесь строчку рядышком где-то отступить 0 5 миллиметров и еще одну строчку прострочить вот так получилось в итоге когда выворачиваем здесь тоже шоссе закрытая дальше пока все вывернуто на левой стороне можно прошить уголочки вот так должно быть 6 сантиметров вот с двух сторон то есть шьем перпендикулярно перпендикулярную линию шьем перпендикулярный шов вот относительно этого шов ну вот так получается уже донышко получилось за счет того что мы уголочки прошили сейчас надо будет вот здесь подвернуть буквально совсем чуть-чуть сантиметр то есть вот так пол сантиметра и еще раз пол сантиметра и простричить вверх клапан сверху 26 сантиметров так 18 я бы посоветовала взять окулист а4 и сложить пополам и сделать такой прямоугольник 18 на 13 а потом этот край просто обрезать в произвольном порядке это не принципиально и получится у вас ровная крышечка такая деталька обводим ее но крышечки нужны будут припуски на швы поэтому оставляем еще пол сантиметра дальше чтобы не было на лицевой стороне потом шва от липучки мы пришиваем ее вот сюда на лицевую сторону соответственно шоу будет вот здесь изнанка и потом на готовой работе на лицевой части не будет никаких швов вот когда липучку пришлете вот отсюда подшиваем вот так по кругу и оставляем здесь серединку не зашитой через нее будем сталь выворачивать прошила вывернула крышку и мне так удобнее делать я потом немножко распарываю в середине и вставляю вот этот ярлычок нахожу середину здесь центр здесь и вставляю можно конечно это делать когда вы с той стороны еще с обратной пришиваете вставлять ну не знаю мне так удобнее вот так вставляю его ровненько и потом вот здесь буду еще одну строчку по кругу делать и последнее что остается это нужно вот сюда дно по центру установить люверс дырочку такую через которую будет уходить лишний воздух и вода и все